Всем привет! Это шоу ГМО без ГМО, маленькое гастромическое открытие, в котором мы едим одно блюдо в одном конкретном месте. И сейчас на фоне вы можете видеть знаменитую чебуречную дружбу, в которой, по легенде, повар рубил тесто и сделал из него национальное блюдо. Но сегодня нам не сюда. Тем самым с бараниной, вот наша цель. А что это за шокер, типа? Она будет очень противно пищать, говоря, что надо заполнять желудок. Китайские, то есть и китайские закусочные. Всего в Москве есть 4 штуки. Сегодня мы в заведении на Сокровской. И меню тут, вообще говоря, не особо удивляет. Тем самым, которые японские пельмени, китайские, азиатские, на пару. Много различных видов лапши, плюс корейской культуры пришедших к нам большие пирожки на пару, в которых, к слову, слишком много теста. Но сегодня мы не про них. Сегодня мы пройдем сам из баранины. С плюсом заведения можно отметить то, что здесь бесплатные соусы. Терияки, тайские, соевый. Есть даже табаско иногда, вот, не сейчас. Из минусов одна пельмеха. Это божественный баранина. Тесте обойдется вам 55 рублей. Но это того стоит. В ассортименте много раз, тем самым, есть интересные, с тестом, с чернилами каракатица, черные, с миди, с креветками. И когда ты доказываешь сет, ты ожидаешь чего угодно, но только что не самый скучный с баранины окажется наиболее вкусным. Берите только его. И сразу 10 штук. Обычно у баранины довольно вонющее мясо, но это что-то. Это было маленькое китайское гастрономическое открытие. А в следующий раз мы ведем гости к евреям.